МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наше будущее. На Координационном совете при главе Чувашии обсуждали интересы детей. Любые дорогие дороги. Житель Чувашии собирается отправиться в велопутешествие на Кавказ. И спорт храбрых. В ночь боксарские юные хоккеисты сражались за золотую шайбу. Трагедия на льду. Из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности погибли два человека. Двое мужчин вчера отправились на рыбалку, а сегодня их нашли мертвыми в полынье. Причины выясняются. Ведется расследование. Сколько трагедий удалось предотвратить в ходе очередного рейда спасателей, сказать сложно, но даже одна спасенная жизнь дороже ведра рыбы. Весна вступила в свои права, но не все их признают. С упорством, достойным лучшего применения, люди выходят на хрупкий лед. Кто за уловом, кто просто из-за интереса. Между тем, сами спасатели уже не рискуют. В рейд отправляется судно на воздушной подушке. Цель все та же. В сотый раз напомнить любителям зимней рыбалки об опасности и призвать экстремалов смотать удочки до следующего сезона. Все дети талантливые, только нужно дать им возможность проявить себя. Такую позицию заняло руководство республики. Как помогает подрастающему поколению раскрывать свои способности, сегодня говорили на заседании Координационного совета при главе Чувашии. О том, кому надо помогать, а кто пробьются сами, россияне знают из известного четверостишья Льва Озерова. С тем, что таланты действительно нужно поддерживать, согласно и государству. Мы начинаем поддержку талантливых детей с дошкольного уровня. Сейчас на каждого дошкольника введено нормативно-подушевое финансирование со множественными коэффициентами для разных категорий детей. В среднем это составляет более 40 тысяч рублей на одного воспитанника в год. Впрочем, в таком возрасте таланты нужно скорее не искать, а растить. Вот и в государственном образовательном стандарте сказано, надо создать условия для развития способностей каждого ребенка. Чувашия с этим справляется вполне успешно, отметил исполняющий обязанности министра. Дошкольным образованием охватили практически всех детей от трех лет. В 36% детских садов воспитанники дополнительно занимаются в кружках. Растить будущих выдающихся деятелей науки и искусства продолжают и в школе. Здесь дела обстоят, судя по всему, тоже неплохо. Недаром 12 школ Чувашии вошли в рейтинг 500 лучших школ страны. Не оставляют таланты без присмотра и после школы лучших выпускников, которые поступают в чувашские вузы, поощряют. На будущее музыканты и художники после общеобразовательных спешат в школы искусств. В 2013-м из таковых выпустились более 1600 человек. Результат неплохой, однако проблемы здесь есть. Слава ведется работа по организации взаимодействия с родителями в вопросах поддержки и сопровождения одаренных детей. И, конечно же, основная проблема – это недостаточно материально-техническая база. Эта проблема в скором времени должна решиться. В республиканском бюджете средства уже заложены, а такого не было 20 лет, отметила Альбина Алексеева. Если талантливых детей должно быть как можно больше, то так называемых социальных сирот как можно меньше. Этому посвятили второй вопрос повестки дня. Выявляются семьи, которые находятся в социальном неблагополучном состоянии. И в прошлом году было обследовано более 140 тысяч семей. В целом, за отчетный год в 2013 году на учет было поставлено, в целом на учете состоит 1585 семей. Эксперты считают, для ребенка нет ничего лучше семьи кровной, поэтому изъятие из семьи – шаг крайний. Однако из этого правила есть исключения. Печальный пример – дети из неблагополучной семьи Канажского района, которые погибли в пожаре. Для детей, которые остались без попечения родителей, государство делает немало. Но к этой работе должны активно подключаться и граждане. Детей-сирот вообще не должно быть в нашем обществе, подытожил глава республики. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня в Республиканском клиническом онкологическом диспансере открыли Центр психологической поддержки женщин с онкологическими заболеваниями. В Чувашии на учете с диагнозом рак состоит около 22 тысяч человек, более половины из них – женщины. В рамках проекта «Ради жизни» специалисты будут оказывать социально-психологическую поддержку не только пациентам, но и их близким. В создании Центра приняли участие представители медицинской общественности и члены Республиканского совета женщин. Проект призван поддерживать женщин с диагнозом рак, помочь им справиться с болезнью, насколько это возможно, а родственникам пациенток создать нормальный психологический климат в семье. Такой Центр в Чувашии первый, но идею создания такого Центра взяли на вооружение. Ведь подобные программы поддержки больных нужны и в других медучреждениях. Здесь будут работать специалисты высокого качества, они будут помогать советами, может даже не только советы здесь помогут, какими-то добрыми словами. Это для каждого больного человека очень дорого стоит. Бывший начальник управления Федеральной миграционной службы Чувашии Леонид Дружинин признан виновным в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. На одной из камней с ним оказался и водитель ведомства Александр Хлебников, обвиняемый в мошенничестве. Напомним, в 2012 году Дружинин и Хлебников утилизировали служебный автомобиль и распорядились им по своему усмотрению. Ущерб был на сумму 115 тысяч рублей. Кроме этого, в 2012 году Дружинин строил дом и несколько месяцев безвозмездно пользовался трудом двух граждан Таджикистана. С приговором Ленинского районного суда города Чуваксары Дружинин назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбывания в колонии общего режима. Со штрафом в развере 438 тысяч рублей. Хлебникову в виде полутора лет лишения свободы условно. Чувашия Китай на новом этапе сотрудничества. Делегация Китайской Народной Республики прибыла в Чебаксары, чтобы обсудить совместные перспективы в сфере туризма, гостиничного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры. Этот визит гостей из Поднебесной далеко не первый. Китайские специалисты настроены по деловому. Вот и сейчас за 4 дня пребывания в Чебаксарах они провели целый ряд переговоров с инвесторами, представителями органов исполнительной власти. Крупные китайские компании Сичуангселин и Мекско, ЛТД и Транстех Инженеринг Корпорейшн в будущем планируют подписание соглашений на реализацию проектов на территории Чувашии. Основным моментом в ходе встречи стало обсуждение вопроса строительства международного авиационного терминала в аэропорту города Чебаксары. Этот проект, кстати, презентовали на международной выставке коммерческой недвижимости в Канах в начале марта. Очень важно развить аэропорт, чтобы доступность была городу больше. Это важно и для последующих отношений, для привлечения инвестиций. Также мы крайне заинтересованы в размещении предприятий, которые бы обеспечивали высокий уровень доходов населения. В сфере интересов китайских специалистов проекты по развитию транспортной инфраструктуры и туризма. Ксения Кравчук, Елизавета Зайцева, Антон Вовк, Республика. Сегодня в России отмечают День работников культуры. В Чебаксарах творческих, реактивных, интеллигентных и интересных поздравили во Дворце культуры имени Хузангая. Наряду с певцами и танцорами праздник сегодня отмечают писатели, актеры, библиотекари, работники музеев и все те, чья профессия хоть как-то связана с культурой. Глава города Чебаксара Леонид Черкесов поблагодарил всех, кто не только дарит нам хорошее настроение, но и заботится о нашем духовном здоровье. Профессионалов своего дела наградили грамотами за вклад в развитие культуры. Евгений Васильев из их числа. Он руководит клубом исторической реконструкции. Занимаются там как взрослые, так и дети. Историческое фехтование, стрельба из лука, изучение прошлого наших предков по былинам и сказкам – это для младших. Для тех, кто постарше – каскадерская подготовка. Участники клуба снимаются в исторических фильмах в России и европейских странах. Мы в этом году начинаем создавать собственный частный этнопарк, который будет рассказывать о том, как тысячу лет назад жили наши предки, жители этого региона. Там мы будем рассказывать и о ворских булгарах, и о марийцах, и о славянах, и о варягах, которые проплывали по Волге в поисках сокровищ, богатств и славы. Мы собираемся один к одному строить постройки крепостные, бытовые, ремесленные на берегу Волги. И также мы собираемся строить корабли и развивать судостроение и судоходство по Волге и Суре. А в канун Дня работников культуры в Чебоксарах прошла самая изящная дуэль, какую только можно придумать. В поединке сошлись теноры и басы – звезды мировой оперы. Это музыкальное соперничество двухполярных мужских голосов, где оценивались вокальное мастерство и артистичность. Состязание вокалистов началось с классического концерта, с так называемой визитной карточки артистов. Кстати, по условиям, дуэлянтам необходимо было обладать не только хорошим голосом, но и фактурной внешностью. Собственно, победителей в состязании не было и быть не могло. И бархатные басы, и сладкие тендеры одинаково любимы зрителям. А уж когда есть возможность одновременно наслаждаться творчеством и тех и других – это вообще восторг. В этом году исполнилось 20 лет с момента выхода первого номера чувашской газеты «Сувар», издаваемой в Татарстане. В честь юбилея журналисты чувашскоязычных СМИ собрались в Казани и обсудили перспективы развития национальной журналистики за круглым столом. В числе приглашенных были и директор национальной телерадиокомпании «Чуваши» и наша съемочная группа. Сегодня в Башкортостане, Татарстане, Самарской и Ульяновской областях издаются общественно-политические газеты на чувашском языке. Проблемы национальной периодики везде одинаковы. Это и сокращение читательской аудитории, связанное с космополитическими настроениями молодежи, и жесткая конкуренция на рынке СМИ, и повышение стоимости подписки, продиктованная почтой. С этими проблемами каждое издание борется по-своему. К примеру, в газете «Сувар» есть попечительский совет, в который входят чувашские предприниматели. За свой счет они организуют подписку для ветеранов. Также совет планирует устраивать соревнования на призы газеты. Это поможет не только привлечь к ней больше читателей, но и приобщить их к здоровому образу жизни. Что же касается юбилея газеты «Сувар», то 20 лет для печатного издания – срок солидный, особенно по нынешним меркам. Это прекрасно понимают все, кто собрался в зале, поэтому поздравления были искренними, слова теплыми. Благодарность министра информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской республики объявляется Малышеву Константину Анатольевичу. Для Чуваши, а в Татарстане самая большая после нашей республики Чувашская диаспора, газета «Сувар» стала не просто источником информации, но и символом возвращения к общим истокам. Сохранение культуры и языка некоренных народов, поддержание этнического многообразия, воспитание у представителей разных национальностей, уважительного отношения друг к другу – со своими задачами газета справляется успешно. Действительно неинтересно, если бы в поле рос один цветок, и в лесу росло одно дерево. Прекрасно выйти и полюбоваться самыми разными цветами, которые есть представители разных национальностей. Большое вам спасибо, что вы украшаете нашу землю. Уважение коллег приятно, любовь читателей необходима. На торжество по случаю юбилея газеты «Сувар» собрался полный зал. Выступление артистов из Чувашии стало замечательным подарком для рождения, даже для тех, кто еще не умеет читать. Оксана Замятина, Елена Гальперина, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов. Республика. Вот уже 40 лет здесь осваивают на обеспечении школьники и студенты, а горожане и гости республики приходят сюда, чтобы увидеть раритетные экспонаты. Юбилей отметил музей службы 01. Именно так называют в народе Центр противопожарной пропаганды и общественных связей Чувашии. От железных кассок конца 19 века до автомобиля брендмейстеров, который сошел с конвейера 60 лет назад. В залах музея собраны уникальные экспонаты. Его специалисты буквально реанимируют старую технику. Недавно удалось отремонтировать и пожарную машину. Теперь она снова на ходу. Идучи победочные работы, стало более полумиллиона человек. Причем часто сюда заходят и гости из других стран. Количество растет ежедневно посещающих. И можно делать выводы только по старым, по прошедшим годам. А сегодня пока еще не посчитали, но я думаю, что будут уже какие-то определенные рекорды. И это очень хорошо. Очень много школьников, очень много учащихся молодежи, студентов посещает эту выставку. На торжественном собрании слова благодарности звучали в адрес тех, кто принимал участие в развитии пожарной выставки. Такой может похвастать далеко не каждый регион. Причем совершенствовать центр пропаганды планируют и дальше. Совсем недавно музей одержал победу в конкурсе, который ежегодно проводит МЧС России. Посвящаем тем, кто создавал наш музей. Мы лучшие в стране гордитесь. Теперь, говорят работники, необходимо открывать отдельный стенд для грамот и кубков. Награды в этот день вручали и журналистам. Редактор национального радио Чуваши Родион Архипов и корреспондент национального телевидения Чуваши Дмитрий Ковалев были удостоены памятной медали маршала Василия Чукова. Отметили на торжественном мероприятии и заслуги добровольцев. Ряды этого движения пополнили студенты. Им вручили удостоверение. «Атлас дорог» – его настольная книга. Ночевка в палатках, еда на костре и прочие радости туриста – его образ жизни. Вилосипедист из Чувашии Никита Васильев искалесил родную республику вдоль и поперек. Также в списке его географических достижений – Украина и Беларусь. Останавливаться на достигнутом он не собирается. Следующая цель – Кавказ. Карта, палатка, спальный мешок, дождевик и кое-какие теплые вещи – вот необходимый минимум того, что Никита берет свои велопутешествия. Самые ненужные в пути вещи, как правило, теряются в первую очередь. Однако на саму дорогу молодой человек не жалуется. Что касается Чувашии, то у родной республики есть все предпосылки для развития велосипедной инфраструктуры. Маршрутная сеть очень большая. Практически везде можно проехать и без авто. Новые же «Горизонты» оказались настолько манящими, что пришлось сделать нелегкий выбор. Пришлось бросить учебу в университете Чувашском педагогическом. Но, несмотря на это, я в будущем хочу заниматься педагогической деятельностью, тем самым вносить вклад в развитие Чувашской республики. И вот мои путешествия, они не просто так. Это все практика моя географическая, потому что я учился на географа. Мне нравится, я люблю географию. И все это я смогу передать подрастающему поколению. На Кавказ, куда велосипедист планирует отправиться в ближайшее время, Никита поедет без денег и в гордом одиночестве, хотя надежды найти подругу по интересам не теряет. Та, для которой смело мраев шалаше и на обочине, пока не встретилась на велосипедной дорожке. Однако друзья велосипедисты считают, что на таких романтиках, возможно, держится мир и желают ему удачи в новые поездки. В хоккей играют настоящие мужчины. Это точно про героев следующего сюжета. Хотя юношам пока всего 14-15 лет, за шайбу на льду они бьются, как настоящие профессионалы. Мои коллеги побывали на финальной игре третьего этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Когда-то российские хоккеисты были лучшими на льду, но в последнее время их преследуют неудачи. Хотя, теперь уже бывший наставник российской сборной по хоккею Зенитула Белилиддинов после проигрыша в четвертьфинальном матче чемпионата мира в 2013 году и обещал, что в Сочи будут играть сильнейшие, тем не менее на домашних олимпийских играх наша сборная снова проиграла. То, что в стране нужно поднимать хоккей, чувствуют все, кто более или менее интересуется этой игрой. Это одна из причин, по которой соревнованиям «Золотая шайба» в округе уделяется столь пристальное внимание. Заметил заместитель полпреда президента России в ПФО Олег Мельниченко. «Золотая шайба» как система соревнований, которая существует у нас в Советском Союзе, существовала в России с 1964 года. Это некая такая кузница кадров, которая позволяет мальчишек фактически с дворового хоккея отбирать. И в конечном итоге многие прошли через «Золотую шайбу» и стали чемпионами. Юным хоккеистам 14-15 лет. С разгромным счетом 2-7. На первое место вырвалась команда Нижегородской области «Красные крылья». Оставив лавры серебряных призеров команде Арслана из республики Татарстан. Замкнула тройку лидеров «Салям» из Башкортостана. Первый период от обороны, второй, третий прессинг. Победителям вручили кубки, дипломы, медали, а также специальные призы от полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Команды, которые стали золотыми и серебряными призерами в этих соревнованиях, примут участие во всероссийских финальных играх. Но, как заметил глава Чубаши, главное то, что каждый участник турнира может назвать себя настоящим мужчиной, который играет в хоккей, несмотря на юный возраст. Все те ребята, которые вышли на лед, они уже победили сами себя. Все мы понимаем, командная игра – это и есть командная игра. А командная игра формируется от отдельных ярких личностей. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика. Драйв, задор, воодушевление. Именно такая атмосфера царит среди студенчества в это время года. И дело не только в теплой погоде. В учебных заведениях начинается сезон студвесен. Наша съемочная группа узнала, как это происходит в Чуварском государственном педагогическом университете. Студвесна уже давно перестала быть праздником только для студентов. В зале, да и на сцене можно заметить преподавателей и выпускников. Причем приходят они не только посмотреть, но и помогают готовиться. Начальник отдела творческих инициатив ЧГПУ Валерий Суранов уверен, все дело в духе студвесны, который сложно отпустить. Вот студвесне на сцене это настолько открыто, настолько свободно, где нет старших людей, кто бы указал, ткнул, вот это нельзя, вот это можно. Они сами выбирают, они сами действуют, сами работают и сами притворяют свои замыслы. Наверное, именно это нравится, потому что что я придумал, то я и сделаю. Чести открывать студвесну 2014 удостоились победители прошлого года. Факультет дошкольной и коррекционной педагогики и психологии. Готовятся ребята с начала января, однако, как признаются студенты, секрет успеха вовсе не в ранней подготовке, а во взаимопонимании, старании и поддержке. Для нас это открывать студвесну, это как-то надо удивлять. Ну, просто нельзя открыть. Нужно что-то такое удивительное, тем более после прошлого года, как бы нужно сделать что-то необыкновенное, не знаю, невероятное. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин